В жизни так просто ничего не происходит, и в никуда ничто опять же не уходит. Смерть одного объекта рождает другой. Только Галим и атеисты верят в то, что это не так. Так, в общем-то, и получилось с нашим любимым, дорогим Советским Союзом. Как бы мне не хотелось, и как бы она не ложилась, Монетка так вот упала, и солнышко закатилось, Жуяя и не просыхая, напутствуя Божию милость, Надеюсь, им не осталось, и чтобы ничто не случилось. И так, и можно жить, и так, и можно жить, и так. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще было подписано соглашение, означающее, что Советскому Союзу кирдык, а Союзу независимых государств жить и быть. Соглашение подписали три главные республики Советского Союза, Славянские республики Украина, Россия и Беларусь. Основные демоны Кравчук, Ельцин и Шушкевич, именно эти люди подписали договор. Хотя говорят, народу там было гораздо больше, но все-таки именно их во всем и обвиняют в том, что они, суки, развалили Советский Союз. Через некоторое время, буквально несколько недель прошло, и остальные республики Советского Союза подписались под тем же самым документом о создании и Содружества независимых государств. Ну, кроме, естественно, стран Прибалтики, которые были просто оккупированы, естественно, им не нужно было это все. Я считаю, что обвинение этих людей в том, что они разбили, как бы, затоптали Советский Союз абсолютно беспочвенно, потому что, как бы, есть определенные законы, есть определенная эволюция. Народы Советского Союза, естественно, уже больше не хотели в нем находиться, хотя и тоскуют по нему до сих пор. И это просто была эволюция, не более того. Если бы этот документ не подписали эти люди, то подписал бы кто-нибудь другой. И, возможно, еще была бы гражданская война, если бы не был подписан этот закон. Поэтому я считаю, что при всей моей нелюбви к Борису Ельцину, наверное, это он был инициатором, наверное, он все-таки сделал все правильно. Советский Союз был обречен. Не нужно было ему больше быть. Так это была хоть какая-то видимость какой-то дружбы, какого-то содружества, какого-то братства. Хотя с тех пор многие подписавшие говорили, что лучше бы они этого не делали. Борис Ельцин, в частности, в 1996 году, плакался, что как бы зря он бедненький, так вообще погубил это все дело. Кравчук говорил, что лучше бы он руку себе отрудил, не подписал бы этот договор. Шушкевич, правда, ничего не говорил правильно, молодец. Но если бы они его не подписали, повторюсь, то ничего бы не было. Не было бы ничего. Самое главное в этом всем, самая главная личность, которая была в то время, это не те, кто подписал договор. Не Ельцин, не Кравчук, не Шушкевич, а это был Михаил Горбачев, который сделал перестройку, который сделал все это. И личность, на мой взгляд, положительная. Как бы на него собак не вешали, что бы на него там не трендели, но личность положительная. Ведь на самом деле он очень правильно сказал не так давно, что если бы не перестройка, я все еще был бы вашим генеральным секретарем. На мой взгляд, эта самая независимость, она на Беларусь свалилась. Я не думаю, что особенно Беларусь ее хотела. В том плане Беларуси, безусловно, померкованное. Не было у нас никакой шалености. Даже те же самые лихие 90-е, по большому счету, Беларусь не коснулись. Так, мы украли пару-тройку шалонов водки, не более того. Поэтому такая померкованность. Собрались пацаны и сказали, слушай, Серега, пошли с нами по девкам. Ну, давай, я пойду. И, по-моему, так же поступила и Беларусь. Она просто пошла и подписала эти самые договора. Потом как бы разбиралась со своей независимостью. Опять же, померкованно. Померкованно, не шалено. Поэтому беларусы, в принципе, нация скорее померкованная. А шаленость наша в том, что... Ну, вот прав один хороший человек. У беларуста фига в кармане. И шаленость наша именно в этом и заключается. Что у нас всегда есть фига на все случаи жизни.